Парень троллил Макдональдс странными заказами, но потом он кое-что интересное узнал. Джон Джеймс позвонил в Макдональдс и решил заказать. Биг Мак без двух котлет и лука, овощной делюкс без кетчупа, булки и, конечно же, помидора. А также тройной чизбургер и куриный бургер тоже без булок. Ему было интересно, выполнят ли сотрудники просьбу клиента. Давайте смотреть. По словам Джеймса, он пах как обычный Биг Мак и, собственно, мог быть веганской альтернативой. Овощной делюкс, он попросил оттуда убрать булку и добавить помидор. Получился вот такой своеобразный салат. Вот так выглядел куриный бургер с соусом барбекю без булочки. Джеймсу очень понравилось. Тройной чизбургер Джеймс попросил убрать булочку и добавить дополнительный бекон. Видимо, такая просьба не понравилась сотрудникам Макдональдса, и они все составляющие просто добавили в коробку. В итоге Джеймсу понравился эксперимент, и он доволен сотрудниками Макдональдса. Школа не дает учиться девочке из-за длины ее юбки. Школа грозит судебным разбирательством в семье 12-летней девочки Сихим Хамут. Ну что самое интересное, она у нее не сильно короткая, а наоборот слишком длинная. Девочка из мусульманской семьи, по мнению школы, ее одежда противоречит правилам. По правилам средней школы из западного Лондона девочки должны носить либо юбки, либо черные брюки. Но по убеждениям семьи брюки носить нельзя, а юбки слишком коротки. Директор школы комментировать данную ситуацию отказался. Каждую ночь девушка плохо спала, а потом она посмотрела камеры и увидела, что кто-то ее душил. Страшный сон практически любого человека проснуться ночью и увидеть с собой рядом незнакомого человека. Но нашей главной героине повезло чуть больше, ей знакомо было это лицо. Девушка опубликовала в своем тиктоке видео, где они прекрасно спят со своим мужем в окружении кошек. Но в 12 часов ночи появляется бунтарь, которому вся эта тишина очень не нравится. Черно-белый сибирский котенок с подпольной кличкой Отис запрыгивает на свою хозяйку и откровенно начинает ее душить. Ладно, прикалываюсь. С 12 до 4.30 утра этот милейший котенок мяукал, тискал и лежал на лице своей хозяйки.